Обнародована переписка убитой аспирантки с соседкой об историке-рочленителе общества «Россия». 15.5. 15 ноября 2019 года обнародована переписка убитой аспирантки с соседкой об историке-рочленителе. Анастасия Ещенко. Фото. Страница Анастасии Ещенко в Facebook. Аспирантка Анастасия Ещенко, убитая и расчлененная доцентом СПБГУ Олегом Соколовым, за два года до трагедии писала соседке по студенческому общежитию, что теряет себя и не может жить на два дома. Она не общалась с детьми историка, поскольку он сам не хотел этого. Переписку девушек публикует московский комсомолец. По данным издания, о романе с преподавателями истории Соколовым Ещенко рассказала соседке Евгении Лукьяновой в январе 2015 года. Ее родители были не в курсе их связи с историком, поскольку тот был против. 1-3. Два года спустя, в 2017 году, Ещенко писала Лукьяновой, что стала чувствовать напряженность в отношениях с преподавателем. «От этого ни мне, ни ему не хорошо. Да и просто разговоров не хватает, простых и чистых», – писала девушка. «Лукьянова, ты себя все меньше чувствуешь собой». «Ещенко, да. Именно так». «Лукьянова, и это не от Олега Валерьевича». «Ещенко, от него. Да. Я всегда боялась в этом открыто признаться. Сейчас я стараюсь это исправить и делать то, что я как я самая не могу не делать». Вскоре после этого, накануне Нового года, Ещенко и Соколов поехали за границу, но девушка не могла насладиться поездкой. «Стараюсь просто жить, хоть никогда этого и не любила», – писала Ещенко соседке. Новый год пара встречала не вместе. «Я дома, я решила, что ему будет лучше провести праздники с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется, правильно», – отметила Ещенко в переписке, уточнив, что Соколов не хочет, чтобы она общалась с его детьми. В мае 2019 года, за полгода до убийства, Ещенко писала соседке, «Вчера полдня боялась позвонить преподавателю». Голос дрожит. «Да, я тоже об этом думаю. Быть честным и делать что-то для людей, а все остальное. Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать». По словам Лукьяновой, Ещенко очень сильно и очень чисто любила Соколова и всегда поддерживала его. «Скакала по камням на коне, потому что он сказал», – так прокомментировала соседка участия девушки в клубе реконструкторов. Она отметила, что в отношениях Ещенко и Соколова была романтика. Рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок, – вспомнила Лукьянова. Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в мойке отрезанные женские руки. Историка в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца. Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани в субботу, 16 ноября. Что происходит в России и в мире, объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Обратная связь с отделом общества. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес.